В этом году в районе начинается широкомасштабная программа реконструкции дворовых территорий, а именно расширение парковочного пространства. Цель программы – в каждом дворе создать комфортные условия для размещения автомобилей жителей по нормативам, которые существуют в градостроительной деятельности. Таким образом, у дома 38 по проспекту Ленинского комсомола должно быть 40 парковочных мест. Сейчас же ситуация обстоит таким образом, что из-за их нехватки автолюбители оставляют свои машины прямо на газоне, нанося вред зелёным насаждениям. Плюс ко всему, при выезде грязь с колёс разлетается по всему двору и на тротуары, тем самым затрудняя проход пешеходов. Никакое государство, никакой муниципалитет не может создать под каждую квартиру по одному, два парковочных места. Мы чётко осознаём, что мы находимся с вами в регионе, который является одним из самых богатых в Российской Федерации, Москва и Московской области. Это всё-таки регионы номер один по уровню жизни. Соответственно, количество автомобилей у нас достаточно высокое. Если говорить по нашему району, то количество автомобилей у нас превышает 500 на тысячу жителей. Безусловно, создать на придомовой территории количество парковочных мест, равное числу квартир или в два раза больше, не представляется возможным. Особенно в старой части города. Поэтому сейчас рассматривается вопрос о создании платных парковок. А чтобы рациональнее использовать землю, в планах строительство многоярусных стоянок для автомобилей, которые принадлежали бы городу и сдавались жителям по муниципальным расценкам. В ходе осмотра дворовых территорий ПЛК от жителей дома 38 поступили жалобы о том, что подвал их дома находится в антисанитарном состоянии. Чтобы удостовериться в этой информации, Олег Хромов вместе с депутатом этого округа Романом Харлановым и директором МУП ЖКХ Игорем Коршаковым спустились туда осмотреть его. Информация не подтвердилась. Подвал, как и многие другие, находится в хорошем состоянии. Да и в подъездах по этому адресу тоже достаточно чисто. Убирают в них регулярно, а та грязь, которая присутствует, так это от нерадивых жителей. Мы спустились в подвалы с жителями, посмотрели, в каком состоянии подвальное помещение находится. Действительно, состояние удовлетворительное. Во многих подвалах проведены были ремонты, заменены трубы на новые бесшумные, подвалы сухие. В подъезды зашли по просьбам жителей, посмотрели, насколько действительно чисто. В принципе, состояние достаточно хорошее, несмотря на то, что фонд жилой старый и дома старые, но в общее состояние очень хорошее для тех лет, сколько эти дома существуют. Управляющая компания следит, и вопросов серьезных замечаний не было. Не осталось без внимания и детская площадка напротив детской поликлиники. Здесь будут укладывать резиновое покрытие и устанавливать новые формы для занятия спортом подростков. Многие жители уже отчаялись ждать каких-либо перемен. За долгие годы разные руководители давали много обещаний, которые зачастую не выполнялись. А дворы тем временем становились все хуже и хуже. Горожане искренне надеются, что на этот раз обещанное действительно будет воплощено в жизнь. Мы думаем, что у нас все будет нормально, у нас двор будет в хорошем состоянии.